Ну вот и наступил месяц май и длинные выходные. Ну это конечно же понятие растяжимое длинные выходные, потому что в разных странах оно все происходит по-разному. Единственное, что всех соединяет, это 1 мая, который, я думаю, во всех странах выходной день, но если это не так, обязательно пишите в комментариях и сообщите мне об этом, будет очень интересно. Итак, в Польше тоже длинные выходные, но они тоже отличаются. 1 мая это день труда, то есть свободный день. Дальше у нас идет 2 мая, это день флага, но этот день у нас рабочий. И следующий день, 3 мая, это государственный праздник, день конституции 3 мая. Очень знаменательный день для Польши, потому что польская конституция сыграла очень важную роль. И вот по этому поводу у нас длинные выходные. Кто хочет иметь 3 дня подряд, конечно же, берет второй день отпуска, второй день мая, я имею в виду. А если нет, то идешь на работу 2-го, 1-го и 3-го отдыхаешь. Иногда получается по-разному, как это дни недели выпадают, конечно же. Вот, например, в этом году 1 мая это воскресенье. И если вы думаете, что 1 воскресенье будет принесено на какой-то рабочий день, то тут вы ошибаетесь. 1 мая нам, как бы сказать, совпадает с воскресеньем и пропадает, то есть не будет возврата свободного дня на протяжении недели. Воскресенье, так воскресенье. Поэтому в этом году праздники такие вот так себе, потому что воскресенье выходной день, как обычно, второй день на работу и 3-й во вторник только выходной день. Вот такие у нас майские выходные. Знаю, что в разных странах по-разному, поэтому отпишитесь обязательно, как долго длятся у вас майские выходные и что же люди делают. Ну, как я уже сказала, выходные у нас не слишком длинные, поэтому люди стараются отдохнуть и куда-то выехать. Особенно в последние годы, я, конечно же, не имею в виду пандемию, люди покупали туры коротенькие такие или же брали пользовались тем, что есть два дня свободных, добирали себе выходные дни из отпуска и куда-то уезжали. Ну, конечно же, также те, кто имеет и усадебные участки, проводят эти дни там, то есть каждый отдыхает как может. Но такая глобальная тенденция, глобальная, но такая, можно сказать, очень популярная тенденция была выезжать куда-то на море, особенно в горы. Здесь в Польше туризм очень развит, поэтому эти направления также очень и очень развиты. Хотя в этом году слышу, что закопана известная такая, можно сказать, горная столица Польши не слишком была такая, можно сказать, востребованная в этом году. Если я ошибаюсь, напишите, но то, что я читала в прессе, говорилось о том, что никаких штурмов, никаких, можно сказать, столпотворений там в этом году не было. Я думаю, что если неизвестная причина, то это все связано с финансами. Думаю, что заоблачные цены и то, что сейчас большая инфляция высокая, тоже играет свою роль, поэтому все стараются как-то сэкономить. А как же у нас пришли или проходят эти выходные, я для вас попробовала поснимать, поэтому поехали. Как видите, вокруг у нас еще не полностью летая весна, только-только начинают зелениться растения, но сегодня уже действительно летний денек. Мы выбрались на прогулочку, совсем другое место, в котором мы еще никогда не были. Новые места узнаем, потому что уже по старым тропинкам, так, как сказать, гулять надоело. Если есть возможность, нужно что-то новенькое открывать, смотреть на какие-то новые места, хотя леса и леса, но все равно эту местность мы не знаем, поэтому идем так немножко наобум. И это тоже добавляет какую-то такую эмоцию, потому что не знаем, куда выйдем, только так ориентируемся более-менее. И надеюсь, что до машины мы дойдем без приключений. Вот посмотрите, что мы нашли посреди леса. Такое странное сооружение около дерева. Если бы это было на спортивном каком-то объекте, я бы поняла зачем, но вот здесь посередине леса, среди деревьев, оно уже такое старенькое, заброшенное, даже страшно к нему подойти, видно давно это уже было сделано. Но кто знает, обязательно напишите мне в комментариях, что бы это значило. Что могу сказать, пока иду? Ну, дорожки неплохие, хотя это действительно не парк, поэтому нечего ожидать, чтобы здесь была какая-то тротуальная питка, еще чего-нибудь здесь ездят. Квадроцитры и велосипеды, так как я вижу здесь. Вот. Но что мне здесь не очень нравится, это грязь. Грязь, которую люди оставляют после себя. Банки, склянки, какие-то мешки, даже машинные шины. Вот это вот мешает, отвлекает и портит настроение. Так что стараюсь не смотреть под ноги, а смотреть на кроны деревьев. Там одна красота. Ну и вот, чтобы не быть голословной, показываю, какие прелести можно встретить во время прогулки. И не скрою, что это вот действительно понижает настроение и вот такой вот весенний настрой. Вот еще одна кучка, посмотрите, одна, вторая, недалеко от себя. Не понимаю, зачем люди это делают, но вот как-то так. Посмотрите, какой, какой прекрасный жучок, такой большой. Если знаете, что это за жучок, тоже напишите мне в комментариях обязательно. А после вот такой прогулочки едем домой на обед. Сегодня у нас наггетсы. Супер классный рецепт в духовочке. Обязательно посмотрите на канале, кто еще не пробовал. Будете просто в восторге от него. И вот так я их обычно подаю с домашним майонезом, с яичками, с салатиком, с кускусом. Очень-очень вкусно такое сочетание с праздниками, друзья. Передать вам не могу, какая благодать сейчас у меня в саду. Вышло такое теплое солнышко. Нету ветра, нету ни жары, ни какого-то холода. Это просто такая атмосфера вот сесть и наслаждаться жизнью. Просто рай. Поют птички. Я вышла как раз не для удовольствия, но не могу не задержаться в саду на несколько минут. Покажу вам, что у меня здесь происходит. Я вышла за щавелем. Вот покажу, какой он у меня сейчас вырос. Но и наслаждаться буду несколько минут, это точно. А вот и мой красавец щавель. Он уже так прорастает, и нужно что-то с ним делать. Будет сегодня первый весенний суп. Зеленый борщ, или как он называется в Польше, зупа штавьёва с яйким. То есть с вареным яйцом. А вот показываю, как вырос у нас так называемый бульон. Так он называется в Польше. И писали мне мои зрители с инстаграма и ютуба, что по-русски или по-украински это называется любысток. Вот такая очень классная приправа. Мы её используем для запаха в супе. Вот такую веточку кладу, когда варю суп, и аромат просто обалденный. Вижу тепло. Выставила уже свои цветочки на окно. Вот одну. Ну и тут два цветка. Нужно будет их со временем подкорректировать немножко. Они такие искривлённые, но ничего. Зато цветущие уже. А сегодня, 3 мая, у меня горшочки на обед. И на этой вкусной ноте я заканчиваю сегодняшнее видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok